всем привет решилась я на мастер-класс по носочкам я хочу показать как я вяжу носки мне носки приходится вязать больших количествах так как у нас очень много членов нашей семьи вот поэтому мне обычный способ вывязывания пятки кажется очень длинным и я вяжу пяточку по типу гумеранга вот на этой пряжи на пестрый не очень заметно я сейчас возьму другие носочки покажу я просто хочу показать как аккуратно эта пяточка смотрится вот на взрослых носках для мастер-класса я возьму вот такой размер носочков это на новорожденного ребеночка где-то месяцев наверно до 4 до 6 см я какая ножка детки разные я буду использовать теплую пряжу но не колючую пряжа вообще не колется это пряжа мелодия троицкая фабрика российская в составе 50 процентов шерсти 50 акрила 100 граммах 100 метров ниточка достаточно толстая поэтому спицы я взяла четыре с половиной толщиной у меня вот такие коротенькие специально для маленьких вещей дальше что в общем значит что нам потребуется набор из 5 спиц я еще использую еще одну спицу для того чтобы набрать первоначальное количество петель мне так проще то есть я делаю так как мне чтобы получилась вещь быстрее я экономлю время дальше я еще записываю на листочек маркеры для меня нужны только в больших вещах носочках я маркеры не использую потому что ряды короткие то и делайте маркеры перещелкивать переснимать мне жалко времени мне проще поставить галочку я набираю я записываю сколько я набираю петель и как у меня получается сколько рядов резинка лицевая гладь пяточка сколько у меня получается стопа и на каком ряду я буду закрывать 2 носочек я буду вязать зачеркивая эти ряды и носочки получится одинаковыми но в том случае если пряжа равномерная так ну что наверное нужно еще объяснить как рассчитать набор петель вот для резиночки если у вас есть ножка то значит нужно ее померить обхват у вас получится количество сантиметров дальше взять спицы какие у вас есть пряжа связать контрольный образец и посчитать сколько у вас в одном сантиметре петель и уже вот это вот количество обхвата в сантиметрах нужно разделить на петли которые у вас получились в контрольном образце и у вас получится сколько петель нужно набрать у меня получилось что вот для такой пряжи и для маленького размера мне достаточно будет набрать 24 петли плюс одну петлю вот здесь я записала я набираю для того чтобы когда я буду смыкать в круг у меня переход был незаметен так ну что приступим я очень переживаю мастер-класс у меня 1 по вязанию и не очень-то я свои руки вижу в кадре так что уж извините меня тут лера стоит немножко контролирует так отсчитываю хвостик 24 петли это примерно вот так будет значит это петель на 10 на 20 ну еще вот так прибавлю как набирать петли я думаю умеют если не умеете посмотрите пожалуйста мастер-классы в интернете я использую крестообразный набор петель в первый раз получается две петелечки и набираем вот на эту длинную спицу 25 петель так наберите их самостоятельно и так я набрала 25 петель на дополнительную спицу вот у нас хвостик остался разворачиваю беру спицы из комплекта где пять штук первую петельку я снимаю не провязывая за переднюю стеночку переснимаю его так на другую спицу и она у меня не числится скажем так я ее не считаю отсчет веду со следующей петли вяжем резиночку один на один то есть одна лицевая 1 изнаночная так как у нас в расчете 24 петли рабочих спицы у нас 4 то получается по 6 петель на одной спицы то есть мы провязываем 1 лицевой 2 изнаночной 3 у нас лицевая 4 изнаночная 5 у нас лицевая 6 изнаночная на одну спицу вот эту петельку мы не считаем мы перевязали 6 петель 1 2 3 4 5 6 берем вторую спицу и начинаем с лицевой петли 1 петля 2 петля 3 4 5 6 нам нужно еще на две спицы перевязать самостоятельно провязывайте пожалуйста вот я почти довязала до последней спицы у меня на первой спице 1 переснятая и 6 петель чик на 2 6 на 3 6 и на 4 у меня опять провязана и 1 я ее пока не провязываю мне нужно ее провязать изнаночной петлей вместе с той петлей которую мы переснимали я ее снова переснимаю на дополнительную спицу подтягиваю хвостик так вот у меня здесь две петельки получается 1 это последняя 24 петля и 1 которую мы снимали не провязывая теперь мы эти две петли провязываем вместе изнаночной петлей хвостик подтягиваем у нас переход будет очень незаметным и ставлю что я первый ряд провязала кому-то это может быть покажется ну очень сложно а для меня это настолько просто что я когда вяжу я успеваю еще и смотреть там какие-то программы или ну не секрет наверное да раз нас маленький канал то мы дружимся с другими каналами то есть я смотрю другие каналы так вяжем следующий ряд 2 также лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так вяжем несколько рядов я начну второй ряд 1 петельку вот так лицевая вот мы здесь хвостик подтянули здесь видите все ровненько когда вы будете смыкать вот эти вот четыре спицы смотрите чтобы у вас не перекрутилась вязание вот в этих местах вот тут то есть вы его разложите поровняйте чтобы перекрутов не было так вот я волнуюсь и я вижу дополнительной спицей не неудобно сейчас я пересниму так и руки трясутся и волнуюсь ну что это такое вроде да не получилось выключила переснял ну вот такой человек все мне нужно чтобы все хорошо было с первого раза так вяжем дальше лицевая изнаночная лицевая изнаночная вот 6 мы провязали я мне показывает давай руки в кадр очень неудобно так лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная это у меня 3 спица ряды считать носочках очень просто у нас остался хвостик когда мы доходим до хвостика у нас заканчивается ряд вот сейчас мы доходим до конца ряда начнется у нас третий ряд и чтобы мне в голове не считать какой-то ряд я просто ставлю еще одну палочку и так далее я вяжу нужную мне высоту вот провяжите пожалуйста самостоятельно ну вот я довязала резиночку нужного мне размера нужной мне высоты у меня получилось высоту 10 рядов здесь на листочке отметила сейчас я буду вязать лицевую гладью я первый рядочек начну так просто лицевые петельки все 6 петелек на каждой спице просто лицевыми я вижу за переднюю стенку кто-то может быть вяжет за заднюю стенку вязание за заднюю стенку называют еще бабушкиным способом вот и когда вяжут лицевые за заднюю изнаночную простую то получаются перекрученные петли и если нужна очень плотная резинка то такое вязание она как бы более подходит для плотной резинки но для малыша я не думаю что нужно плотная резинка чтобы ножку не перетягивала чтобы комфортно ножки было поэтому я вижу обычным классическим способом все петельки лицевыми второй ряд тоже самое я уж не буду время занимать я хочу чтобы не очень длинный мастер-класс получился по времени следующие рядочки тоже провяжите самостоятельно я включу покажу сколько у меня получилось высоту я провязала лицевой гладью нужное мне количество рядов высоту у меня получилось 7 рядов вот мне запорчик не знаю галочек циферка 7 дальше приступаем к формированию пяточки хвостик посерединке у меня пяточка вяжется на 1 и на 4 спицы в моем случае я конечно не утверждаю что это правильный способ но мне так очень удобно начинаем формировать пятку значит мы вяжем 5 петель у нас на спицы 6 петель 1 2 3 4 5 6 петля у нас остается ну здесь может быть вот в первый раз конечно сложности возникнет но потом вот кто сравнит может быть тоже перейдет на такой же способ вязание пятки так разворачиваем вязание ниточку нас перед работой делаем накид на рабочую спицу здесь у нас петелька оставшиеся делаем накид следующую петлю снимаем на рабочую спицу по ходу работы то есть не так а вот по ходу работы ниточка перед работой получается у нас петля не провязанная накид и петлю которую мы сняли по ходу работы следующие 4 петли мы провязываем изнаночными почему изнаночным потому что у меня в этих носочках пятка связана лицевой гладью ну кто-то вяжет например платочной вязкой тогда понятно что по-другому будет это у нас была первая спица это у нас четвертая спица мы ее вяжем дальше получается значит нам нужно связать тоже 5 изнаночных 2 3 4 5 и 1 петелька 6 остается разворачиваем вязание ниточка за работой делаем накид на рабочую спицу и снимаем петлю по ходу работы не провязанная петля накид и снятая петля по ходу работы следующие 4 петли мы провязываем просто лицевыми петлями переходим опять на первую спицу только вяжем уже на одну петлю меньше 1 2 3 4 у нас была 6 петля снята накид и 5 петля мы провязали 4 нам нужно сделать накид между 4 и 5 для этого мы также переворачиваем вязание ниточка у нас перед работой мы делаем накид снимаем петлю по ходу работы не провязывая и оставшиеся 3 петельки вяжем изнаночными на 4 спицы мы вяжем 4 изнаночных 1234 разворачиваем ниточку у нас будет за работой здесь у нас петля накид петля не провязанная мы снова делаем накид и снимаем по ходу работы не провязываем ниточка за работой провязываем лицевыми оставшиеся 3 петли следующий ряд мы вяжем 1 2 3 3 лицевые петли и делаем накид между 3 и 4 петлей делаем накид ниточка перед работой снимаем петлю по ходу работы не провязываем и 2 оставшиеся петли мы вяжем изнаночными из 4 спицы вяжем 1 2 3 между 3 и 4 нам нужно сделать накид для этого мы переворачиваем ниточка за работой делаем накид снимаем петлю не провязывая по ходу работы и оставшиеся две петли мы провязываем лицевыми ширину пятки я уже сформировала для этой пряжи мне подходит ширина пяточки в 4 петли то есть смотрите что получается это у нас как бы была вот 6 крайняя петля до накид это 5 петля накид это 4 петля накид это третья петля и у нас осталось еще две петли и здесь тоже самое вот у нас две петли так я вас запутала неправильно посчитала 3 петли ширина пяточки в 3 петли получается 2 мы не трогали 1 снимали сейчас я буду дальше вязать и вы поймете почему 3 муж я пишу что пятка у меня до 3 петель смотрите значит первую петлю мы провязываем вторую петлю провязываем и третью которую мы прошлый раз снимали мы ее провязываем это у нас ширина пятки 3 петли здесь будет тоже самое следующее действие наши вот у нас накид а это 4 петля мы ее четвертую петлю вяжем вместе с накидом лицевой за переднюю стеночку разворачиваем вязание снимаем по ходу работы следующий у нас изнаночная петля идет их 3 петли теперь с этой спицы первая вторая вот здесь вот посложнее на изнаночных смотрите вот накид немножечко нам мешается мы его пальчиком поправим 3 это ширина пяточки 3 петли следующий у нас накид и 4 петля мы вяжем обычный изнаночный вместе разворачиваем вязание ниточку за работу отправляем и снимаю я здесь уже не по ходу а за переднюю стеночку а за переднюю стеночку и провязываю лицевыми петлями следующий ряд то есть сначала мы набирали накиды а теперь мы будем провязывать вместе с петлями основного полотна так 1 2 3 у нас 4 получается 4 мы провязали теперь нам нужно пятую и шестую петлю провязать вместе лицевой петлей за переднюю стеночку вот снова разворачиваем снимаем по ходу вяжем дальше изнаночные петли их у нас 4 штуки 2 3 4 здесь как и в предыдущем ряду мы вяжем на одну петлю больше 1 2 3 4 накид и пятую петлю мы будем вязать вместе изнаночной петлей переворачиваем работу ниточку отправляем за работой снимаем петлю не провязывая но здесь не по ходу работы а за переднюю стеночку мы снимаем следующие вяжем и целыми и последний рядочек у нас будет 12345 накид и шестую петлю мы вяжем лицевой у нас такой колпачок формируется разворачиваем снимаем по ходу работы вяжем остальные изнаночные у нас должно быть 6 петель вместе с этой 1 2 3 4 5 и 6 смотрим эту мы снимали и 5 петель провязали 6 то есть мы вернулись в начальное положение петель как мы и набирали 6 петель у нас было на спице и здесь у нас остается одну связать еще парочку так 1 2 3 немножко не вижу 45 и 6 мы вяжем изнаночной вот этот накид и шестую вместе изнаночной петлей снова разворачиваем вязание развернули ниточка за работой петельку снимаем за переднюю стеночку вяжем лицевыми пяточку нас сформировано далее мы будем вязать стопу а ничего сложного в этом нет нужно вязать просто лицевыми считая ряды но первый ряд а я немножечко здесь с петельками с крайними вот тут мудрю чуть-чуть сейчас я покажу как для того чтобы не было дырки вот здесь мне нравится чтобы плотненько все было так значит мы вяжем первая петля 2 3 4 и 5 и смотрите 6 петля если я просто ее свяжу лицевой и дальше буду переходить на следующую спицу вот здесь у меня будет небольшая дырочка она мне совсем не нужна для того чтобы ее не было я смотрите вот это вот у нас петелька выходит из двух предыдущих петель это петля 6 и накид вот этот мы их одеваем вот на эту спицу то есть как бы мы спускаемся на ряд ниже у нас на петлю на спице 3 петли получилось накид 6 петля это что была связана из них и вот это все все 3 петли мы провязываем лицевой вот дальше мы просто вяжем лицевой гладью провязываем ведь у нас здесь мы спустились на ряд ниже у нас здесь ровненько все получается эту спицу мы тоже провязываем лицевой гладью 6 петель у нас на спице 3 4 5 6 здесь тоже самое нужно выровнять рядок здесь немножечко по-другому это выглядит но также смотрите вот петелька и вот петелька вот эти две петельки я одеваю на спицу и меня также получается 3 петли 1 2 и вот она 3 то есть вот эти три петли также как получилось что я спустилась на ряд ниже провязываю лицевой и дальше я вяжу лицевой гладью ряд у нас провязан я ставлю первый ряд стопы следующий ряд я провяжу вместе с вами чтобы вы посмотрели как получается ровненько без дырочки вязание так вот здесь 6 петель мы провязываем здесь начинаем дальше вязать 6 петель ну может быть конечно в первый раз это вызовет очень большую сложность но я еще раз повторюсь что когда дело идет на количество и необходимо все-таки качество чтобы носочек выглядел презентабельно скажем так мне нравится чтобы пяточка была оформлена красиво мне удобнее вязать вот таким способом пятку то есть не набирая петли по краю второй ряд я провязала смотрите что у нас получается сейчас я возьму носочек покажу как все все выглядит вот она здесь петельки ровненькие все и здесь тоже самое в общем длину стопы провязывайте самостоятельно я включу когда дойду до убавлений на стопе я довязала нужное мне количество рядочков для стопы лицевой гладью у меня получилось 14 рядов то есть 15 ряд я начинаю убавлять мысик формировать для этого еще раз объясняет наш мы вяжем на четырех спицах середина где ряды начинаются вот этот хвостик идет посередине пяточки и посередине стопы здесь у нас начинается ряд и заканчивается первый ряд мы вяжем лицевые у меня все вязание лицевыми петлями 2 3 4 пятую и шестую мы вяжем вместе лицевой петлей за переднюю стенку как и все мое вязание следующая вторая спица нам нужно сделать убавление уже в начале спицы для этого я петли переворачиваю то есть я снимаю за переднюю стенку первую петлю снимаю вторую снова их одеваю на вторую спицу но они у меня уже немножечко повернуты и вязать я буду вместе но уже не за переднюю стенку а за заднюю стенку лицевой петлей для того чтобы задать направление убавление чтобы косичка была следующие петли я вяжу лицевыми это у нас вверх носочка дальше снова мы это третья спица у нас вяжем один два три четыре пятую и шестую вместе лицевой петлей за переднюю стеночку с 4 спицы мы убавляем в начале ряда мы снова будем петельки переворачивать для этого снимаем их на рабочую спицу снова одеваем из нас четвертая спица на четвертую спицу и вяжем 2 вместе за заднюю стеночку следующие 4 петли лицевые и рядочки я у себя помечаю так вот я там убавила кому-то видно может быть тут тень падает вы уж извините меня я снимаю с лампы с простой так следующий ряд я вяжу без убавлений для того чтобы не было убавление резкого чтобы не получилось как знаете на варежках бывает декоративное такое убавление домиком да вот так вот раз раз идет здесь носочках нам такого абсолютно не нужно поэтому следующий ряд я вяжу без убавлений все четыре петельки ой все четыре спицы на каждой у нас осталось по пять петель без убавлений так это у нас третья спица и четвертая спица провязали следующий будет ряд с убавлениями первая спица значит мы убавляем в конце ряда 1 2 3 4 и 5 вместе лицевой за переднюю стеночку еще раз вот 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 простите за заднюю стеночку эту говорю я там еще одна оговорка сейчас довяжу носок и исправлюсь вот убавили и 3 петли лицевыми 3 спица убавляемые в конце рядочка значит мы вяжем 3 петли лицевой и 4 5 вместе за переднюю стенку на 4 спицы мы убавляем в начале ряда переворачиваем петельки переснимаем их на четвертую спицу и 2 вместе вяжем лицевой петлей за заднюю стенку довязываем ряд до конца 3 петли снова я ставлю так следующий ряд я снова вяжу без убавлений на каждой спице у меня по 4 петли я все переживаю что мастер-класс очень длинным покажется потому что все сейчас экономят время 7 его очень не хватает но знаете когда я смотрю че-то мастер-классы которые меня также вот обучают я я про время забываю что-то мне непонятно снова перематываю снова еще раз просматриваю очень буду довязала я ряд без убавлений на каждой спице было у меня по 4 петли и со следующего ряда мы убавляем в каждом ряду то есть вяжем здесь 2 петли 3 и 4 вяжем вместе за переднюю стеночку здесь мы вяжем в начале ряда переворачиваем петельки вяжем лицевой за заднюю стеночку после того как петельки перевернули неудобно я то в камеру смотрю то помимо камеры так дальше провязываем я стараюсь не очень быстро это все делать чтобы не мельтешить ну я так думаю что кому-то если посмотреть еще медленнее то на экране там есть такой значок настройки можно включить помедленнее чем обычное воспроизведение чтобы понятно все было петельки мы перевернули за заднюю стеночку убавляем оставшиеся две дальше смысла уже нет черточки ставить конечно потому что уже в каждом ряду в оставшемся мы будем убавлять для порядка я поставлю убавили за переднюю стеночку следующий ряд у нас ой следующий ряд следующая спица мы переворачиваем петли еще раз повторяю это мой первый мастер-класс по вязанию и я очень волнуюсь переснимать его но времени у меня очень мало тоже ограничено может быть придется переснять посмотрю что получится так 2 вместе мы вяжем и и здесь тоже сняли перевернули петельки пересняли их 2 вместе последний рядочек тоже убавляем последний ряду я также меняю петли я сама училась вязать у старенькой бабушки у соседки она меня не учила она просто вязала а я смотрела как она это делает пыталась повторить где-то наверное лет до 20 я вязала абсолютно неправильно носки я вязала так как это бабушка вязала бабушкиными петлями носки были такие ужасные некрасивые но для нее главное было носки это же нужно было большими количествами их вязать поэтому красота не имела значение так здесь смотрите тоже я переворачиваю петельки чтобы у меня все шло по ходу если как говорится и за заднюю стеночку убавляем так вот у меня на каждой спице по одной петельке осталось знаю видно не видно в камеру смотрите ниточку эту оборвать у меня не получилось один раз поэтому я использую ножницы так и теперь я вот на этот хвостик собираю вот эти петельки с первой спицы за переднюю стеночку спицу убираем со второй спицы разворачиваю и за заднюю стеночку с третьей спицы за переднюю стеночку но здесь на самом деле уже не так важно вот в последнем так тоже переснимаю вот так затягиваю носочек у меня готов вот он такой аккуратненький получился останется вывести вот этот хвостик туда на изнаночку утащить его внутрь и закрепить вот этот хвостик тоже по изнанке удобнее это сделать конечно крючком потому что спицы тут не очень удобно по изнанке прячем нить а это вовнутрь такой носочек в общем договорю то что училась уже потом по журналам появились первые журналы назывался так интересно журнал моде шамашин вот поэтому журналу я и училась уже по-другому вязать петли журнал наверное германский был первое что у нас до нашего города дошло то что было свободной продажи это это надо не в продаже было а на почте я подписывалась на эти журналы так что я сказала неправильно я сказала неправильно как рассчитать петли для набора извините меня пожалуйста я скажу сейчас еще раз в общем чтобы рассчитать сколько вам нужно набрать петель и чик вы обмеряете обхват например у вас получилось 10 вяжите образец смотрите сколько у вас петель в одном сантиметре например в одном сантиметре у вас получилось вот как моем случае да почти две петли у кого-то может быть две с половиной петли у кого-то три петли смотря какая пряжа тонкая может быть да будет на носочках 8 сколько у вас петель и чик получилось в одном сантиметре вот это количество петель например 2 нужно умножить на объем то есть 10 сантиметров получилось значит две петли умножаем на 10 сантиметров получается 20 петель ну у меня не совсем две петли у меня где-то две с половиной поэтому я убирала 24 петли если брать две с половиной то нужно 30 петель набирать но в моем случае это будет уже лишку вот поэтому у меня 24 петли ножки маленькие у малышей резиночка свободно ножку сдавливать не будет носочки получится очень теплые и пряжа не кусается то есть вот если кто-то может быть хочет быстро связать носки из толстенькой пряжи вот такая вот мелодия троицкая очень замечательно подходит она бюджетная у нее цена чуть больше 100 рублей если вы берете на каких-то там вот магазинах в интернет магазинах там можно и за 100 рублей найти в розничных она где-то рублей ну 140 вот скажем так вот эта цена должна быть и за моточек 100 граммовый у меня хватает такого моточка на две пары то есть вот одна у меня готова пара напомнишь и там 100 метров и вот у меня еще остается такая култышечка и еще один носочек я свяжу вот по этим записям чтобы он у меня один в один совпадал с первым носочком все на этом мой первый мастер-класс закончен я надеюсь что было все понятно буду рада если кому-то я помогла и кто-то научится вязать носки даже счастлива буду всем всего доброго всего хорошего